Так называемый билет в будущее выдаст государство, как я упомянула ранее, 20 тысячам абитуриента, чтобы наша талантливая молодежь не уезжала за рубеж на учебу, чтобы не было в стране утечки мозгов. Об условиях, которые создаются сейчас для студентов, более подробно мы поговорим с Бериком Рахимбаевым, директором департамента по социальной работе университета имени Сулеймана Демиреля. Берик, добрый вечер. Скажите, а много ли студентов претендует на грант, если смотреть в процентном соотношении? Вы в прямом эфире, Берик. Добрый вечер, Амина. В прошлом году в Казахстане 80 тысяч человек закончили школу, и из них 7 тысяч человек подавали документы в наш университет. Конкурс составлял 18 человек на одно место. В прошлом году мы набрали около 1300 человек, и из них 53% это кто поступил на госгрант. Плюс 26% студентов имеют наш внутренний грант, либо скидку. А какая часть студентов вашего университета приезжие? Удается ли вам всех расселить в общежитие? Наверняка какая-то часть остается без жилья. Берик. В данный момент у нас обучается 3000 человек, больше 3000. И из них 2200 являются иногородними студентами. В том числе среди них есть иностранные студенты, их 42 человека. Наше общежитие рассчитано на 1000 человек, и в данный момент в них проживает 705 человек. То есть, получается, мы полностью удовлетворяем запрос студентов на общежитие. У президента была также инициатива строить больше общежития. Вот в этом направлении какая работа у вас проводится? Есть ли в планах возвести еще несколько общежитий? Мы вас слушаем, Берик. Да, наш президент Ельбасы Нарстан Абусин Назарбаев в своем обращении указал на тот момент, что для того, чтобы строить систему образования на международном уровне, нужно обратить большое внимание на условия проживания и обучения студентов. В нашем университете этому вопросу уделяется особое внимание. В данный момент у нас функционирует дом студентов, то есть это обшитие, мы называем дом студентов. Четыре блока, каждый блок по пять этажей, и рассчитан на 1000 человек в общем количестве. В наших обшитиях созданы все условия для комфортного проживания наших студентов. Кроме бытовых и физических условий, также мы уделяем особое внимание их социальной активности, воспитательной работе, также поддержание порядка и дисциплины. Что касательно строительства новых обжитий, поскольку проект нашего университета не до конца еще реализован, конечно же есть в проекте еще предусмотрены еще дополнительные общежития. И к 2024 году планируется построить еще два корпуса с общей вместимостью до 1000 человек. Благодарю. О системе образования мы говорили с Бериком Рахимбаевым, директором департамента по социальной работе университета имени Сулеймана Демиреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова